Доброе оранжевое утро, друзья! Сегодня мы будем говорить о Дне славянской письменности и культуры. Меня зовут Евгений Чурилин, у нас сегодня в гостях отец Дмитрий Сальников. Доброе утро! Христос Воскресе! День славянской письменности и культуры приурочен ко дню равноапостольных святых братьев Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. С 1991 года праздник отмечается ежегодно, и его столицей становится один из городов России. Новосибирск был центром празднования в 2002-м. Воистину Воскресе! Продолжим! Скажите, пожалуйста, этот праздник все-таки считается больше церковным или светским? Точное его название – церковно-государственный праздник. Есть у нас в календаре нашей страны несколько таких праздников. Ну, скажем, День народного единства – церковно-государственный праздник. Рождество Христово – церковно-государственный праздник. И вот День крещения Руси, который мы празднуем летом в июле. И вот День славянской письменности и культуры – это церковно-государственный праздник. Сначала, особенно это было в советское время, когда широко он, естественно, не праздновал, но церковь хранила и хранит память о святых равноапостных братьях Кирилле и Мефодии. Но уже в начале 90-х годов постановлением Верховного Совета РСФСР еще 30 января 90-го года этот праздник признан таким государственным событием. А с 92-го года начал праздноваться. И дата говорит сама за себя. День памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая празднуется церковью. И в этот день и государство, понимая, что православная культура для нашей страны… Ну, значима, конечно. Мало того, что значима, государство образующая культура, государство подключилось к этому. Сначала робко, сначала были какие-то попытки в отдельных городах отпраздновать. Ну, таким ярким событием было празднование в год тысячелетия Крещения Руси в 1988 году в Великом Новгороде. А вот после того, как официально государство решило в этом участвовать, он стал не только церковным, но и вполне себе светским. Потому что любой человек, верующий он или не верующий, но без культуры что он из себя может представлять? Действительно, без культуры, да, будет мало что из себя представлять. Подскажите, пожалуйста, отец Дмитрий, скажите, почему возникла необходимость создания письменности на Руси? Ведь можно же ввести летописи, дабы писать историю и потом передавать ее потомкам. Ну, чтобы ввести летописи, их надо записывать. А слово Божие нести? Слово Божие нести, конечно, можно и из уст уста, но как его сохранить для других, для грядущих поколений? Кто-то услышал и забыл. Кто-то услышал и пропустил мимо ушей. Поэтому здесь очень важно, чтобы оно было зафиксировано и сохранилось. А это и книги, еще раз говорю, книги священного писания. Это и тот опыт, то наследие древних святых, которые они решили передать и записали. Поэтому без письменности невозможно, было дальше невозможно жить. И вот, собственно говоря, благодаря Кириллу и Мефодию на этой основе ими заложенной возникло все великое множество славянских культур. И в том числе та великая русская культура, которой мы не перестаем удивляться, которой мы не перестаем восхищаться. И не только мы, но и весь мир. Ну, сейчас весь мир немножко переболеет культурой отмены и вернется и к нашей литературе, и к нашей музыке, и к нашему изобразительному искусству, и ко всему тому великому и ценному, что связано с русской культурой. Мы немножко потерпим и подождем. Это произойдет непременно. Отец Дмитрий, а правда, что Болгария является родиной кириллицы? Ну, Болгария немножко раньше приняла святое крещение во главе с царем Борисом Болгарским. И когда выбор веры встал перед князем Владимира, уже рядом была страна, где появились и богослужебные тексты, и книги священного писания, переведенные на славянский язык. Мы приняли крещение от Византии, но необходимость просвещения, необходимость школ, необходимость воспитания, необходимость передачи тех знаний христианских, которые мы восприняли вместе с христианством из Византии. Все это облегчило задачу тем священникам, которые приехали из Греции, из Византии, благодаря тому, что Болгария немножко вперед, вперед Руси приняла крещение, потому что были готовы книги. И уже можно было заниматься, можно было работать, можно на родном для древних славян, для наших предков языке изучать самое важное для жизни каждого человека. Все, что касается нашего спасения, все, что касается наших взаимоотношений с Богом, взаимоотношений со Христом. Поэтому, ну, этот вопрос надо задавать, конечно, прежде всего ученым, филологам, причем, которые занимаются именно древней литературой. Сейчас вряд ли они скажут точно, а какую именно азбуку, глаголицу или кириллицу изобрел Кирилл непосредственно. Но, тем не менее, то, что эти два брата святых стоят у истоков нашей письменности и культуры, это уже несомненный факт, и поэтому мы спокойно и спокойно, и, ну, вместе с тем, и с трепетом некоторым, и с благодарностью в этот день вспоминаем их. И не только мы, но и вот уже и широкая светская. Да, да. Отец Дмитрий, а сейчас церковь занимается филологическими исследованиями? Или все-таки все отдали в руки? Да, я думаю, что, как сказано в Евангелии, Божия Богу, а Кесарева Кесарю, хотя церковь ведет, несомненно, в своих учебных заведениях, в семинариях, в академиях духовных, ведет научную работу, связанную и в том числе и с текстами. Да. Несомненно, ведет. Но на протяжении многих лет, что для церкви всегда было хорошо, мы сотрудничаем с учеными светских вузов, светских учебных заведений, тех светских учреждений, где действительно серьезные ученые этим занимаются непосредственно. Не прикладно, а непосредственно. И, надо сказать, что и в нашем городе, и в Новосибирске, и в Академгородке такая работа ведется уже много лет. И наше сотрудничество, и с научной, областной научной библиотекой. А бывают ли у вас, например, научные какие-то споры или рассуждения? Ну, спорить с учеными людьми сложно бывает порой, но я думаю, что по существу мы двигаемся в одном направлении. И мы соработники на этой ниве просвещения, и поэтому, как правило, какой-то конфронтации у нас нет. Где-то они прислушиваются к нам, где-то мы прислушиваемся к их ученому мнению. Поэтому здесь скорее сотрудничество, нежели какое-то средостение и какая-то конфронтация. Так что братья Кирилл и Мефодий объединяют в этом смысле. Я сказал, что праздник церковного государства, а за этим как раз и стоит то, что церковь со своей стороны, с теми сокровищами духовными, которыми она щедро делится с теми, кто желает, кто обращается в эту сторону. И с другой стороны, научное сообщество, сообщество филологическое в том числе. Вот, все мы, ну, а здесь... Двигаемся в одном направлении, да, отец Дмитрий, и правильное дело. Как говорил один святой, значит, полузнание отдаляет людей от Бога, а настоящее знание к Богу людей приближает. Продолжим, отец Дмитрий, продолжим наше общение. Друзья, сейчас новости, после которых вернемся в студию и продолжим. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. Сегодня мы разговариваем о Дне славянской письменности и культуры. Меня зовут Евгений Чурилин, у нас в гостях отец Дмитрий Сальников. Ну что, предлагаю продолжить нашу интересную беседу. И, вы знаете, давайте поговорим о Кирилле и Мефодии. С каких языков они переводили, как они доносили это до людей? Их задача была, конечно, чтобы Священное Писание, Слово Божие, доходило до сознания и до сердца людей. А это лучше всего, когда происходит на родном для человека языке. Не на какой-то холодной, чуждой латыни, чуждой для славянских племен. Почему я обратился, князь Ростислав, к византийскому императору? Пришлите нам людей, пришлите нам ученых, которые помогли бы нам, уже принявшим христианскую веру, помогли бы поспособствовать тому, что на родном языке звучало бы наше богослужение, наша проповедь для наших людей. И Священное Писание, самое главное, самое бесценное сокровище, чтобы мы могли его изучать, читать, слышать на родном языке. Так обратился к византийскому императору Михаилу Третьему, князь Моравский Ростислав. И у Михаила были ученые, мужи, которым можно было доверить это ответственное дело. Это наши почитаемые, с благодарностью почитаемые братья, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Они родом из города Фессалоники. Это нынешний греческий город такой. В те времена он был довольно большой. После Константинополя, после столицы Византийской империи, один из самых больших городов, Кирилл, так его стали называть незадолго до его кончины. Всю свою жизнь он был известен под именем Константина Философа. Получил блестящее по тем временам образование у выдающихся учителей. И не только в области филологии, но и в области математики, в области точных наук. И он заручился поддержкой своего брата Мефодия, чтобы пойти вместе. А вот скажите, с первого ли раза была все-таки решена задача создания письменности Кириллом и Мефодием у нас на Руси? Конечно, если говорить о письменности, о ее возникновении у многих других народов, то следы теряются где-то в глубине веков. Вот в этом смысле славянская письменность, она уникальна. Потому что азбука и переводы текстов Священного Писания, богослужебных книг, святоотеческих творений, они были созданы братьями примерно в течение 10 лет всего. То есть дата создания азбуки – 863 год. В 869 году Кирилл уже в Риме скончался, и его брат Мефодий один возвращается. Почему они попали в Рим? Да потому что, когда они пришли в славянские земли, те представители западного христианства, которые принципиально были за то, чтобы на латыни читалось Священное Писание, на латыни велась проповедь, встретили их не очень дружелюбно. И им пришлось, поработав над созданием азбуки, над созданием переводов, все-таки пришлось им идти в Рим и держать ответ перед римским папой Адрианом. Но надо сказать, что папа принял их благосклонно и одобрил, и благословил их деятельность. Более того, Мефодия он рукоположил в архиепископы. Но вот здоровье Кирилла пошатнулось. Бывает так, что человек ученый, мудрый, но физически не очень здоров. И он в Риме скончался. И в Риме был и погребен. И папа почтил его своим молитвой, дал разрешение в одном из римских храмов его похоронить. А Мефодий возвратился, и ведь задача-то какая была? Не только начать это дело, но сделать так, чтобы у него были продолжатели. Создать школу, собрать вокруг себя учеников. То есть это были первые школы, как я понимаю, они зарождались при церкви, где учили людей именно письменности. Сначала это были непосредственно ученики Кирилла и Мефодий. Вот после кончины Кирилла, Мефодий возвращается в славянские земли. Еще 16 лет до своей кончины он трудится над переводами, собирает вокруг себя учеников. А школа в более широком смысле. Это уже там, где не надо присутствие самого Мефодия. Это уже там, где ученики его учеников ведут, могут вести спокойно свою работу в любом месте. Потом Болгария принимает святое крещение, и ложится легко и удобно, значит, славянская письменность, для того, чтобы там проповедь звучала, и слово Божие звучало на родном языке. Когда князь Владимир для Руси совершил выбор веры в пользу православия, с одной стороны приехали из Византии греческие священники, священнослужители, певчие, архитекторы, строители храмов, а с другой стороны рядом Болгария уже готова была почва для того, чтобы и у нас на Руси начали создаваться школы, начали обучаться грамоте, способные к этому люди. И вот этот процесс Русь восприняла, тот процесс, который начали Кирилл и Мефодий, восприняла и Русь, и вот эта основа, славянская письменность, стала основой для таким корнем, и славянский язык, древний славянский язык, или как его сейчас мы называем, церковно-славянский язык, он стал тем корнем, из которого вырос великий и могучий русский язык, и выросла вся наша великая русская культура. А это не только связано с литературой, это изобразительное искусство, это наша великолепная музыка, замечательная, и все, что с этим связано. Все равно, так или иначе, наш язык претерпел очень большое количество изменений, со временем, которое шло. А все-таки, а что же осталось неизменным, вот сейчас и тогда? Я думаю, что неизменным остался принцип, прежде всего тот принцип, который увидел наш замечательный ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов, который в одном из своих трудов отметил такую важную закономерность, что у нас русский язык будет живым, будет развиваться, будет способен перерабатывать многое из того, что в него будет привнесено, но не разрушаться от этого, а будет продолжать свое бытие и свое шествие по планете, если в храмах Божьих имя Божие будет прославляться на языке церковнославянском. То есть он понимал, что церковнославянский язык – это живой корень, а русский язык – это могучее дерево, которое из этого корня выросло. И поэтому на протяжении многих времен, и в эпоху Петра I, когда из Европы много чего к нам пришло, в том числе и в наш язык, многие слова, и до того, во время монголо-татарского нашествия, когда какие-то тюркские слова появились в нашем языке, и сегодня мы говорим их и употребляем, как совершенно русский, и не задумываясь, что это что-то привнесенное. Что-то заимствовано, да, что-то привнесенное. То есть что-то пропадает, что-то пропадает, что-то уходит из на нас, а что-то остается, что-то обретает свои смыслы. И русский язык, он уникален тем, что часть филологов за что-то опасается, но мне кажется, что ему ничего не грозит при его таком устроении, при таком мощном корне и при такой его собственной мощи и величии. Мне кажется, что то, что не нужно, он переработает, отбросит, а что-то воспримет. Единственное, что вот не случайно вот тогда вот эти представители Запада требовали латыни. Требовали, да. Потому что это определенная власть. Конечно, влияние, да. Если чужой язык насаждается, то мы теряем свой суверенитет. И мы сегодня, конечно, должны сами понять, что если мы вместо творчества говорим креатив и тому подобные заимствования, так мягко их назовем, то мы теряем свой суверенитет. Мы наш великий язык, который гораздо сложнее многих и богаче, чем многие другие современные языки сегодня, мы меняем его на что-то более мелкое, менее ценное. Поэтому сегодня, когда мы чтим память братьев Кирилла и Мефодия, я прошу всех, давайте бережнее относиться к нашему языку. Любое слово в нашем языке есть для того, чтобы выразить любую мысль, любую нашу эмоцию. Но, конечно, давайте будем при этом избегать гнилых, скверных слов. Это важно. Которые тоже, к сожалению, порой засоряют наш язык. Ну, есть люди, которые прямо без этого не могут. Да. Отец Дмитрий, расскажите, может быть, какие-то традиции празднования этого праздника? Конечно. Поскольку праздник празднуется довольно давно, вот с 1992 года он официально становится церковно-государственным праздником в нашей стране. Хотя, как это иногда бывает, по началу государственные учреждения не всегда знают и понимают, как же что-то праздновать. Вот новый праздник пришел, что делать? Вот. Но поскольку очевидно, что в сотрудничестве с православной церковью эти проблемы можно решить, эти вопросы все можно прояснить, ну, собственно говоря, так и было по всей стране совместно с церковью. Сначала энтузиасты, деятели культуры, писатели, историки, филологи, а потом еще и более широкая общественность стали этим заниматься. Традиция какая? Каждый год какой-то из городов России становится столицей празднования. К сожалению, вынужден вас прервать. Время у нас не такое большое количество, поэтому еще разочек представлю. Дорогие друзья, у нас сегодня отец Дмитрий Сальников. Спасибо вам большое за такую замечательную беседу. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Оранжевое утро» продолжается. Всего вам хорошего, доброго и, самое главное, день славянской письменности и культуры. Очень важный праздник, друзья мои. Поэтому чтите, соблюдайте традиции и празднуйте.